Вновь всех приветствую на своем канале. Как-то мне в комментариях поступил запрос на обзор фигурок за стеклом. И я надеюсь, что я правильно поняла суть этого запроса. В общем, полочка эта у меня такая делал, конечно, дедушка 100 лет назад. И вот на этой полочке у меня в основном киндер сюрпризы. Я думаю, что их особо так тщательно не стоит рассматривать. Но я попробую сейчас их просто саму по себе, эту полочку заснять. А то, что внизу, я уже рассмотрю более подробно и чуть-чуть отдельно. Хотя это все будет в одном видео. Там, кстати, я в рамочке с соседской кошкой. Кошку убивали чернина. Мне там где-то лет 13 или 12, я точно не уверена. Но рамочку тоже делал дедушка. Но это замок из пенопласта, который делала мама. Где-то он у меня в отдельном обзоре был. Мое классически раздолбанное стекло. Вот это продолжение этой полочки. Вот помню, вот эту собачку мне подарила, кажется, на 8 марта одна девочка. С которой мы вместе учились у моего педагога по гармонии. То бишь по музыке. Ну, а все остальное в основном из киндер-сюрпризов. Ну, еще вот этого товарища мне когда-то подарила мама, потому что как-то было модно. Она считала, что все, что модно и при этом красивое должно быть у меня. То бишь в наличии. Просто сделаю вот такой небольшой обзор, как оно здесь есть. Потому что я потом их достану и буду уже вблизи просто рассматривать вместе с вами. Это у меня отдельный экспонат. Ну, доставать его несколько проблематично. В общем, дракончик пятиглавый, которого я когда-то вязала в детстве, прилаточнее из бисера, кажется, к году дракона. Или как-то так. В общем, тут у него такое своеобразное гнездо из шкурки кокосового ореха. Ну, и что у нас обычно бывает в сказках? У дракона в гнезде. Кто-то залез, да? Ну, когда-то брелок у меня был. В свое время я тащилась от такой вот хренотени всякой. Тут отчеребно. Но это ближе все-таки к байкерской атрибутике. Тогда, правда, еще не тусила с байкерами, но, в принципе, мне нравились мотоциклы всегда. Тут еще одно. Он, правда, уже от старости несколько обломился. Тут пары костей не хватает. Но время он у меня висел на рюкзачке, который мне мама шила из джинса, целого материала. Это у меня уже обтесавшееся, якобы, серебряное кольцо, которое я покупала, когда мы ездили с подружкой и клубом искусств на экскурсию в Ростов-Великий, нашей Ярославской области. В общем, ну, как мы видим, это совершенно не серебро, и, может быть, скорее всего, медь. И точно уж не финифть. Ну, это все вот здесь вот так у меня и лежит. Тут у меня, кажется, каштановые орешки. Там шкурки какие-то. Тут еще я сегодня обнаружила, сама уже не помню. Так. Какая-то часть подвески или что-то такое, наверное, то, что называют верующие люди в приметы от сглаза. Ну, и поверх всего, соответственно, был дракончик. Я решила, что, в принципе, можно убить двух зайцев сразу. Точнее, снимаю видеообзоры и зато решила тут убраться. Ну, точнее, протереть пыль. Протереть от пыли все, что тут у меня стояло. Ну, а остальное у меня уже будет на кровати, на моем леопердовом пледике. Вообще, тут, оказывается, были немножко оставшихся скорлупок от яиц попугая. Однажды я когда-то пыталась их завести, но у нас была постоянно кошка, а у моей одноклассники была парочка. И они периодически плодились и размножались. Но она мне как-то отдала яичко, правда, невыседенное. Ну, вот, скорее всего-то, шкурки от него оставшиеся. Потому что была когда-то еще имитация этого гнезда. Это у меня какое-то животное в кавычках сидело. Ну, и теперь уже основной обзор. Вот я просто сверху это сниму, сколько тут всего у меня. И буду уже частично так постараюсь о каждой поговорить в фигурке. В общем, одно время мне нравились паучки. Этого я делала сама из змейки, то бишь молнии. Я уже не помню, как я ее распатронивала, но потом как-то у меня получались такие паучки. Вот единственное, кто сохранился. Этого из фольги. Я, кажется, его раскрашивала, дарила мне моя подружка. На тот момент Дырка Матвеева. Вряд ли она меня смотрит. И вообще подозреваю, даже не знает, что веду канал. Поэтому никакого привета она от меня не дождется. Мы их откладываем. У меня словарь, на котором периодически возможно будет стоять фотик. Это флакон от духов маминых. Не поверите, я его открывала сегодня, и он до сих пор все еще пахнет. Варенция, Париж. Что за фирма, я сказать не могу, потому что коробочки, по-моему, уже не сохранилось. Помню, что была такая синенькая. Ну и я была совсем мелкая. Маме кто-то из родственников их подарил. Там когда-то еще была какая-то капелька. Сейчас уже вот просто... Я думаю, она даже уже не потечет. Наверное, просто уже осадок такой остался. Не могу сказать, чем пахнут, но запах еще есть. Так, это я покупала в Плюсе, когда мы в 11-м году вместе с Машей ездили на экскурсию. Ну, это тут береста. Соответственно, акварелька такая маленькая картиночка. Она у меня как раз тоже за стеклом бытует. Это пупсик, которого маме кто-то когда-то дарил под названием Кеша. Тут дедушка уже тогда доделал ему гвоздиком, чтобы лапки задние крутились. Вот такое вот чудо. Этого космонавчика маме подарил какой-то мальчик. Тоже, ну, в общем, мамина еще. Он у меня так и лежит. Я подозреваю, что это имитация Гагарина. Хотя я раньше думала, что это человечек в скафандре, который плавает под водой. Но будем считать, что это все-таки космонавт. В общем, одно время я увлекалась коллекционированием фигурок из стекла. Этого зайчика мне мама покупала. Все пошло, все с мышки, до которой я тоже дойду. Такой зайчик. Тут у этого лесовичка он на шишке сделал штучку, приделал уже дедушка. Там что-то другое было, отвалилось. У него была шляпка. Ну, шляпка тоже со временем, еще в моем детстве, приказала долго жить. Вот такой лесовичок. Ну, наверное, кто-то скажет, что я храню хлам. Это мышка. Делал дедушка, мышка на колесиках. Делал мне сестре, мне и сестрам, но сохранилась она только у меня. Соответственно, она каталась по полу, и кот за ней бегал. Ну, и мы с ними играли. Хвостик из кожи, ушки тоже из кожи. Ну, обычно такая мышка деревянная. Так, это когда-то я давно коллекционировал чертей. Возможно, у меня еще где-то они лежат. Я постараюсь найти. Если что кому-то интересно, могу потом сделать еще один обзор. Вообще, на самом деле, за стеклом у меня не все фигурки. Еще так по полкам раскиданы. Ну, это, в общем, чертик. Я думаю, что у многих в советское время такие чертики похожие были. Я одно время коллекционировала иконки и чертей. При этом не была верующая, так сказать. Ну, конечно, меня крестили. Я, кажется, в информации о себе в теге говорила, в каком году. Ну, в общем, крестили у меня мама, потому что было там модно. Но я попутно коллекционировала чертей и иконки. Это один, наверное, из немногих, кто тогда остался. Еще был чертик, он висел вот на этом ковре. Подмигивающей мордочкой. Но после нашей аварии, когда я валялась в больнице два месяца, моя тетушка благополучно этого чертика ликвидировала. Без моего спроса. Ведомо, соответственно. Это две таких собачки. Фигурки. Это Советского Союза еще временно. Меня еще тогда, подозревая, не было. Просто у одной из них откололась лапка. А моя родня считает, что если откололота, то надо сразу выкидывать. Они мне очень нравятся. Попробую поближе их. Показать. Еще у меня тут стул скрепит, на котором я сижу. И, возможно, если его будет слышно в камеру, то любители уснуть под звуки его услышат. Вот тут завод делающий это. Вообще, я люблю все такие фигурки. Это вот та мышка, которую я покупала. Получилось, у нас там магазин есть, который одно время назывался Черный Кот. Сейчас уже, кажется, лабиринт. Ну, в общем, в этом здании периодически был то магазин, то еще что-то. Я помню, мы тогда с подругами, мне кажется, в седьмом классе училась. Мы зашли. И, соответственно, она мне понравилась. Я помню, пошла до библиотеки. Девчонки еще сказали, что покупай, покупай с одноклассниками. Нет, пошла до библиотеки к маме, сказала, что хочу мышку. Она так обрадовалась, что я чем-то заинтересовалась. Ну, и, в общем, я купила тогда эту мышку. После нее уже несколько фигурок еще покупала. Вот это вот. Я не знаю, будет ли это видно тут. Куда-куда поехала. Это перламутровая штучка. Вот вообще, если наклонить, то чуть-чуть видно, что тут какой-то был когда-то рисунок. Это дедушка нашел, кажется, в Волге. Это была иконка на перламутре. Я думаю, Дина будет в восторге от такой вещи, если вдруг посмотрит мое видео. Дина, на всякий случай, тебе привет. Она такая тоненькая, изящная. Но время вообще-то торчало у нас в серванте в большой комнате. То бишь, одна из трех комнат моей квартиры трехкомнатной. А потом я ее захапала себе за свое стекло. Ибо там она могла куда-то одеваться. А тут она у меня, по крайней мере, стоит. Ее с ней пройдет. И ни у кого шаловливые ручки не тянутся к ней, чтобы ее выкинуть. Вот эта уточка, в принципе, никакой роли она такой культурной не несет. Я ее когда-то получила в подарок от папиной прабабушки. Ну, в общем, жила она в Москве в однушке. У нас одно время была там квартира, потом папаша ее, кажется, продал. Ну, и я периодически часть какого-то своего детства проводила в этой однушке с папиной прабабушкой. Вот там у нее была такая уточка. Она мне очень понравилась. После чего я получила ее в подарок плюс еще одну ложечку. Катцемельхиоровую. И в серии таких же ложечек мне потом три штуки подарила, похожих тетю Валя года два назад. Это куколка тоже мамина. Есть большой вариант, надо искать. Называется она малышка. У нее только ручки двигаются. Ну, мама шел там какие-то плачки. Я, правда, не находила, но если может сильно поискать, то, может, что-то и найду. Может, когда-то у меня еще был кукольный такой, не сказать, что домик, но мебель, которую дедушка с отцом делали. Это тоже, можно сказать, раритет. Слегка отколотый. Тех же советских времен. Моя бабуся периодически вопилась, что надо это все выкинуть, поэтому я переволокла это к себе. Вот тут. Мама, наверное, двумя детьми. Это очередная мышка. Откровенно говоря, я не помню, покупала ее и после нашей аварии, или и до. Ну, вот такая вот мышка стеклянная. Что я где-то лет до 20 еще страдала этим. Покупка этих стеклянных мышек. Даже чуть больше, чем до 20. Не то, что мышек вообще стеклянных фигурок. Потом я их как-то, что-то более-менее приличное уже не видела, поэтому, соответственно, наверное, не покупала. Это фигурки из глины делает наш художник Курт Мулаев. Он в художке у меня, конечно, ничего не преподавал, но мы с ним до сих пор общаемся. Я его в свое время звала Кушка-мышка. Сейчас будет понятно, почему. Сейчас вот такие свистульки, он их делает, продает у нас на Туркопе летом. Туристам. Но я думаю, не только летом. Причем, почему Кушка-мышка? Смотрите. Кошка. Мышка. Вот именно поэтому вот эти неваляшки такие. У Маши, у нее тоже много таких фигурок разных. Неваляшек. Двухсторонних. Вот это кошка. А это мышка. Ну, именно поэтому я и называла его Кушка-мышка. Соответственно, это можно повесить, я подозреваю, на шее, но мне кажется, это более громоздкая будет вещь. Вот это колокольчик времен Советского Союза. Моего детства был еще большой. Но большой, я подозреваю, или папашка мой скоммуниздил, когда при разводе от мамы от нас сваливал, или еще куда-нибудь он. Потому что мы в свое время коллекционировали монеты всякие разные. Я в детстве еще на нашей даче в деревне Масеевска по словам мамы нашла много серебряных разных монет. Ну и папашка при разводе почему-то решил, что если мы собирались с мамой, он немножко помогал, то это его часть нажитого имущества. В результате он скоммуниздил у нас все эти монеты. У меня остались только рублей с Лениным или кем-то там таким. Интересно, я потом могу отдельное видео заснять. Так, это пингвин. Маша мне его подарила в честь того, что он называет меня пингвой. это у меня чертов пальчик, который мне подарил очень хороший дядечка в одном частном музее Мышкино года два или три назад мы с Машей ездили в Мышкино отмечать их день рождения. Я даже не просила, просто сказала, ой, раньше я так коллекционировала эти пальчики, потом у меня родственники их выкинули. Вообще много всяких таких вещей я привозила в детстве из Черного моря, куда мы с роднёй ездили. Ну и что-то просто так с ними разговаривались, он вдруг на выходе мне говорит, вот, у меня целого-то нету, но есть половинка. Так было приятно вообще. Потом оказалось, что он когда-то приезжал в библиотеку на краеведческие мероприятия. Ну, может быть, поэтому, может, просто так проникся моим няканьем на тему, как я вот эту штуку хочу. Причем, но было очень приятно. Действительно, просто я даже не ожидала, что он подарит. Так вот, это на тот случай, что маленькие приятности периодически случаются. Там у меня на фоне много-много разных обезьянок, потом к ним отдельно речь перейдёт. Ну и, в общем, вот это у меня собачка каких-то там советских времён. Родня дарила. Так, у нас год собаки-то вроде есть, да? Есть. Ну, в общем, возможно, на год собаки этот брелочек мне дарила родня. Нам обычно делали подарки одинаковые, чем троим мне и сёстрам. Но у кого-то они сохранились, как у меня, у кого-то подозревают, что нет. Вот этот тигр тоже, кажется, мне его тётя дарила на год тигра в детстве. У меня там усиленно фоном соседей орут. Причём, так орут, будто они тут на планете, их планета имени их. Не знаю, будет их слышно в видео или нет. Надеюсь, что всё-таки не будет слышно. Эту птичку, вообще, если размотать верёвочку, её можно вешать на шею. Это свистулька. Я привезла из своего путешествия, когда я ездила на теплоходе по реке Волги. В общем, на обратном пути из Плёса, кажется, на обратном пути. Вот. У нас свистулька. Не знаю, получится, у меня с неё свистнуть или нет. Надеюсь, было слышно. Тут след от меня остался. В общем, такая вот птичка. Покупала уже скорее, наверное, просто, может быть, себе или кому-то подарить, но в результате она у меня так у себя осталась. Это камни. Кажется, я всё-таки это привезла с первого своего путешествия по Карелии. Не буду врать, но возможно, что это именно с Палаама. Гранитик такой. А это, кажется, было с Петрозаводска. Где-то там возможно с их набережной. Ну, в общем, где-то там с первой поездки с Санегабургом. Так будем говорить, если я правильно ударение поставила. Вообще, я привезла ещё много всяких разных камушков. Раздаривала их. Не знаю, остались у меня они где-то живы или нет. Надо смотреть по всяким моим случкам, которые я люблю тоже собирать. Это маленький дракончик. Есть предположение, что мне утюг подарила. Эту мышку я покупала, я подозреваю, что всё-таки в мышкине, когда вместе своей преподшей Натальей Николаевной и музыкальной школой ездила на концерт в роли переворачивателя страничек. Я не знаю, как это называется вообще. Она играла на пианино и стояла на сцене и перелистывала ей листочки нотные. Мышка Оля. Так, эту кошку я не знаю, кажется, я её покупала или вместе с обезьянками в Угличе, или всё-таки в Переславле, когда мы были с клубом искусств и моей тогдашней подружкой Анькой. Там у меня, кстати, вот кот, который я тоже покупала в Переславле. Ещё где-то был маленький слоник, статуэточка, но я не уверена, если он в комнате в другой, то ему повезло он жив. Ну, или есть вариант, что у меня его, как обычно, кто-нибудь скоммунистил. Кстати, походу, это только сейчас заметила, что это тоже свистулька. Прикиньте, вот больше десяти лет он у меня стоит. Я только сейчас поняла, что это свистулька. Там будет ещё обезьянка одна. Этого чёртика, чёртик буду, мне прислала Юлька. Кажется, в прошлом году ездила в Турцию. Первый раз, когда она ездила в Турцию, она мне какую-то сладость присылала, в этот раз чёртика послала. Такс, это у нас какой-то тигран. Скорее всего, дарили в библиотеке за какой-нибудь конкурс, возможно, каким-нибудь Новым Годом. Эту корову точно, помню, подарили в библиотеке перед Новым Годом. Так, это просто уже сейчас будет с полочек, ну, просто как обезьянки. Потому что там в основном уже сейчас будут только обезьянки. По-моему, или мне её прислала Юлька, или я её покупала, или кто-то ещё подарил, врать не буду, просто я тупо уже не помню. Вот. Таиланд написано. Возможно, что всё-таки Юлька. Так, вот эту обезьянку тоже мне кто-то прислал, подарил. Вообще, если я когда-нибудь доживу, доберусь до обзора обезьян, и не у меня где-то там записано, переписано, то, может быть, я даже у некоторых вспомню имена погоняла, в каком году это счастье дарилось. Так, это мне дарила мама, может быть, грязчук, но это ещё времён мамы. Такая обезьянка. Кажется, есть такая у них порода, не буду врать, точно не помню, или игрунка, или как-то так называются, они такие маленькие обезьянки. Примерно, реально, в таком виде они и есть. Такс, где-то у меня тут ещё было, вообще много обезьянок, на всё время дарила Анька Халенин, с которой мы сейчас не общаемся, вряд ли она вообще смотрит, мониторит, надеюсь, не мониторит мою страничку ВКонтакте, тем более, не знает про Ютуб. Кажется, эту обезьянку она мне дарила, то бишь, именно она мне дарила, точно не уверена, что у нас, так, походу, дело хрусталь, вообще она такая увесистая, ей можно кого-нибудь долбануть. Это у меня петушок, я плела, не объёмный, тут у меня, мне заремка вообще подарила, я одно время тащилась, ну и сейчас иногда от мультика японского Кэнди Кэнди, вроде как похоже на Кэнди Кэнди, это Микки Маус, правда, уже без одной лапки потерялась, она тащила с детства моего с моими сёстрами, я не знаю, кажется, это всё-таки не киндер был, но что-то в этом роде. Это своего рода такая змея или червяк такой, тоже из бисера плела. Тут у меня немножко разобралась и у меня, соответственно, чего-то да не стало, я выкинула пару чашек разбитых, вдруг внезапно созрело их выкинуть, но у меня там было тоже такое своего рода гнездо, там были тяжёлуди на ватке, вообще я люблю сундучки, вот ещё один жёлт, такой под золото сундучок, всё, он очень древний, тут дедушка делал какой-то запорчик, там у меня искусственный снег находится и преломутр, ещё какая-то хрень, не знаю, видно тут не очень, ну, в общем, как-то так, сокровище нации, мне кажется, счёт мама достался, это ещё один сундучок, кажется, мне его ой, падает, извиняюсь, уже мама покупала или отец, типа серебряный большой сундучок, вообще у меня там, как сейчас выяснилось, лежат туфельки от Барби всяких, ещё ракушка, но в некоторые места я вообще не залазила, ракушка, кажется, была покрыта зелёнкой и каким-то лаком, я одно время страдала в детстве покрывать всё подряд лаком, тем, которым ногти красят, тут у меня в стопке, думаю, видно, что-то всё бисер, сверху моё первое жерелье, которое я вязала, там ещё какие-то вещи, украшения, это у меня подсвечник, вообще, я бы его кому-нибудь задарила, потому что я даже не помню, зачем я его покупала и что он тут делает, это у меня подсвечник с полки ниже, чем где у меня игрушки лежат, в основном эти обезьянки, там всякие мишки и прочее, так, стоять, не падать, это шунгитовые три обезьянки, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу, это магнитик, но на холодильнике я его ни разу не вешал, потому что, в принципе, он висел, но у меня родственники умеют своими частями тела задевать некоторые магнитики, в результате я его сняла в опасении, что его раздолбают, в общем, это шунгитовые, я покупала в свой первый приезд в Карелию, обезьянки, эту обезьянку мне дарила Анька Холинен, обезьянка похожа так на воздушный рис, керамическая она, эту обезьянку я покупала тогда же, когда и ту черную кошечку свистульку в Переславле, Переславль-Залесский, эту обезьянку мне тоже, кажется, дарила Анька, а нет, пардон, мне ее дарила Женька, Женька, которая меня стрижет, Женька, если ты вдруг меня смотришь, привет тебе, мне кажется, на 8 марта или на день рождения, ну, в общем, на какой-то праздник дарила обезьянку, так, эта обезьянка, я не помню, что она делает, но если ее на пол поставить, что-то она с этой рукой, которую покрутить будут делать, или крутиться на месте, или рука у нее будет крутиться, в общем, это уже поставарийный, так сказать, период, не знаю, или Катя дарила, или Грещук, Лена, в смысле, мы именно подробно, кто-то дарил, в общем, тоже сейчас пойдут обезьянки, или я и сама покупала, или кто-то мне их дарил, это точно помню, Лена мне за ремки на маму дарила, там конфетки еще какие-то были, это писающий мальчик, точнее, обезьянка, как-то еще из детства моего, не помню, что там с ним делать, но как-то там набирается вода, и, соответственно, он потом писает, брелочек такой, это бывший магнитик, магнит отворился, обезьянка осталась, ну, я уже коллекционирую обезьянку, как я могу выкинуть такую прелестную обезьянку, теперь она просто обезьянка, эта обезьянка, там тоже что-то такое с ней делается, кто дарил, не помню, ничего сказать по этому поводу, соответственно, не могу, я подозреваю, что она, наверное, была из киндера, эту обезьянку мне привезла моя тетушка из какой-то своей школьной поездки, типа символ денег, эту обезьянку точно помню, что я покупала у нас в каком-то восточном магазине, как раз когда покупала тетушке свою аромалампу в подарок на день варенья, такая увеситная металлическая обезьянка, это была обезьянка с конфетками, как-то у нас у сестер были такие, одинаковые, она у меня ушла в коллекцию, что-то она там тоже делает, там что-то за хвостик ее натянуть, ну, или как-то так, в общем, чем-то она шевелить должна, еще обезьянка, еще обезьянка, это я точно сама покупала, как-то у нас в городе, потому что еще была такая обезьянка, и не раскрашенная, хотела, как-то, сама раскрасить, но так, что-то у меня руки не дошли, в результате она такая лежит, еще обезьянка, это из детства, тоже кто-то мне дарил, или я сама покупала, обезьянка Анфиса, я так подозреваю, еще обезьянка, и еще обезьянка, честно, я не считала, сколько тут их, могу потом, в принципе, специально сосчитать, под видео потом информацию написать, это вот стеклянная обезьянка, одна из, еще одна стеклянная есть там где-то, вот это еще деревянная обезьянка, расписная, две девочки, получается, один мальчик, не расписанный, все, обезьянка, обезьянка, времен, когда я, Люля начала коллекционировать чай, точнее, увлеклась этим чаепитием, чаями и так далее, обезьянка с розочкой, где-то даже на Яндексе есть фотка, где она стоит на коробочке с чаем, соответственно, тоже обезьянка, здесь были какие-то конфетки, или гриль, Лена дарила, тетя Лена, или Катюня дарила, и сзади там запорчик, если его покрутить и положить ее на какой-нибудь пол поставить, то она поедет, еще, обезьянка, что-то похоже, дело открылось, ну, как-то, но я и тогда-то не особо понимала, какую роль играет эта хрень, но сейчас тем более, возможно, из какой-то, а нет, я ее в Глючи покупала, кажется, в том же магазине, где и деревянную, но, возможно, я ее все-таки покупала где-то в какой-то поездке, или кто-то мне ее дарил, вот эти я в упор не помню, кто-то, возможно, мне одну подарили, другую я потом купила, они назывались Кэнди и Кэрри, или Аня Кэнди и Терри, в честь вот этого мультика, который мне нравится, Кэнди Кэнди, кто-то из них девочка, а кто-то из них мальчик, честно, уже не помню, вот они, две таких, раньше они за стеклом стояли в серванте, такой парочкой, это мне тоже кто-то дарил, возможно, что Анька Холинин, такая, похожая на куклу Вуду, тут немножко осталось, еще обезьянки, их мне подарила как-то Ирка Матвеева, на какой-то мой день рождения, ничего не слышу, ничего не вижу, ничего никому не скажу, кстати, по-моему, они немножко отличаются, поэтому сиденье, слышу, вижу, расскажу, от тех, которые из Карелии, тоже вот обезьянка, я ее покупала, кажется, в Карелии, если не путаю, если не путаю, и стоп, потому что какую-то из них я покупала в уличе, какую-то в Карелии, вот эту я точно покупала в Карелии, когда мы с Ленкой Холмановой ездили, второй мой приезд, это я на Кижах покупала, она из какой-то там стружки, как нам сказали, тут даже цена, по-моему, еще осталась 100 рублей, это клин, если я не путаю, мне, кажется, еще мама дарила, игрунка, если я тогда правильно произнесла видео, вот она как раз того времени как-то маленькая, серо-белая обезьянка, и вот это я тоже покупала на Кижах, две в одной обезьянки, так, и похоже, дело-то вот на этом все мои фигурки, книжка мне, в принципе, не пригодилась, это в этом плане, ну и вот такой вот у меня обзор, если это было вам интересно, я все-таки правильно уловила мысль обзора этих статуэток за стеной, за спиной точнее, то я рада, ну и спасибо, если досмотрели до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, и пишите комменты, все это мне очень нравится, и до новых встреч!